Исны, и утеши, и рожи все, и живи с детства, и все исполняй сокровища Моих. И жизни подателю предистися мы, и очистины от всяких скрены, и спаси Боже души наши. Отец наш Небесный, благослови все эти занятия, открой наш ум к разумению Святого Писания Твоего. В познании истины не дай нам уклониться ни влево, ни вправо. За все Тебе подобает хвала и слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 15 стих. «А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их, толкованием». «То есть как служители Евангелия, содержащего правду, или что они окружают себя самих славой праведных мужей, но не избегнут совершенно, ибо по делам их будет конец их, то есть дурной. Так что от дел их мы узнаем их, ибо конец их будет соответственен их делам». «Так, что имеете сказать? Давайте поактивнее. Вот служители такие это, а как ему это-то, показать-то, что он не прав?» «Вот все протестанты, начиная с Мартина Литера, они же прямо говорят, что церковь развратилась, священники коростолюбивые, и поэтому Господь по-новому все обновляет, и он там послание Якова выкинул совсем, дела там описаны без дела. До этого был монах, обещание Богу, женился на монашке, шесть ребятишек прижал. С самого начала-то говорит, а теперь все эти гомо-скусалисты, это все оттуда идут. Это у них уже там вещает, и все. Теперь на детях, на правнуках все отражается. Невеликое дело. Ну а как? Какие-то есть такие стихи, которые мы можем сегодня беседовать с баптистами, адвентистами? Да, есть. Два стиха хотя бы взять. «Я создам церковь мою брата, они одолеют ее 16-18 Матфея». Запомни, открой, посмотри. А теперь дальше 28-18 Матфея говорит, что «Я с вами во все дни до скончания века». Если он во все дни, а если где-то прерывался, значит, это уже не церковь была. И это Христос, он не знал про это. То есть мы должны теперь взять те рамки, чтобы они увидели, что они не церковь. Церковь какая бы она ни была, Господь ее прямо говорит. Вот такая-то ты была, там показывает, а голо-оголивая. Это израильское государство вместе с Домом Божиим. И все разрушено. Ничего, Бог постанавливает. Ни одной нет минуты, чтобы всех покинул. Но если 10 человек, и Бог уже не отвечает. Ты пощадишь Господи, или они погибнут? 15 еще Бог отвечает, а 10? И 10-то нету. Скажи, даже разделение где-то идет. И столько-то найти можно. Потеря страха Божия. Когда ты умрешь, тебе это надо? А мы вот так-то понимаем, как апостолы. Так, запишите. Вы понимаете, как апостолы. Так, да. Ну а теперь скажите, а как понимали апостолы? Павел, говорит, это оставил для того, чтобы ты рукоположил где-то. Вот, там 23-й главе, говорит, ты рукоположили, присвятировал к каждой церкви. Каждой. А они. А теперь, если бы Павел пришел туда, а там уже, там и избрали, сами рукоположили. Признал бы он его. Все. Как нет. Собидванец. В Ветхом Завете там было просто. Когда ставится священца, помазание. И делает Мира. И Мира написано, вот столько-то, столько-то. Ну, по-нашему сказать, Богородской травки. Там одну часть, там две части. Содувальщик и все. А дальше написано. И кто сделает подобное сему, да будет предусмерти. Смертельная опасность. А тут ничего нет. Тут полная свобода. А заканчивается, как правило, кровью. Начинают они беседовать. И тут же заканчивают. Да это не важно. Главное сердце. Сам не знает, какое половине оно сердце. А как по сердцу? Не знает. Я посмотрел там, у вас календарь в той комнате. И там добро. И там женщина в штанах идет. Замажь ей. Нарисуй юбку, там одень ее. Не годится, что смотрит. Мерзость такая. Мерзавка. Кто будет носить? Мерзость. 22, там 6. Это раззаконие. Мужская одежда. Это мерзавка. Я на мерзавку пока. Притом взяли откуда? Или это верующие? Они такие и есть. Вот Людмила Анатольевна идет. Поэтому нет церковь. Первые где-то. Ну назовите. В 4 веке. Кто понимал, как баптисты? 5, 6, 7, 8, 9, 10. В 16 веке. А где? Не в 16. А в 17, там 1609 году. Ну вот, Джон Смит на себя руки наложил и покрестил. И в 1639 году, в 1639 году, первая баптистская очередь. Ну откуда вы говорите, что у вас? Оно должно быть. Мы вот перечисляем, сколько святых канонизировано каждый век. Второй, третий, пятый, десятый. Нигде разрыва нет. И мы очень легко доказываем. А мы докажем, что у вас там все священники. Всех вы не знаете, во-первых. А во-вторых, никого вы не знаете. А он такой. Не такие были и среди 12 апостолов. Так что, интересно как. Павел говорит, и Петр был там. И я против вас стал. И Маваррава увлечен был этим. Павел никому не рестил. Он дал нам свободу. Павел. А когда, говорит, Галатом явились люди оттуда, потом стал лицемерить Петр. Стал таиться. Вчера ел с язычниками, а сегодня не стал. Чтобы не подумали обо мне. И интересно толкует Златоуцик. Ну ладно, мы скажем, Петр не прав. Но Петр и Павел-то два вала, два быка, запряженные в один плуг. И теперь мы одного повалим, второй потянет. Нет. Нам надо и того оправдать. И это как будто бы они договорились. Петр-то думает, как бы не соблазнить кого. А Павел, я как-то нападу, нафиг, что ты есть. А ты покаешься. А тогда остальные тебя изомрут. И он так и ввел. Когда я, говорит, противостал ему. Так что и Варнава был увлечен этим лицемериям. А Варнава его земляк. Он его ввел в круг апостолов. И все встало на место. Почему? А Златоуц он адвокат был. юрист. А юристы умеют выходить из положения. Вот он об этом говорит. Мы находим, что это на сегодняшний день. Просветает его бессонтование. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Сознавна принимает вид ангела света. И мало кто отгадывает его. Плохо монахи подвязываются. Я хочу отдельно. А как? Я посмотрел, там гора. И там пещера есть. Я там буду один. А ты молод, тебя? Ну что молод? Молод, опытен. Ну и оставили его молиться. А потом раз засиял, он глядит там. А там колесница. И благоухание такое. Все как ангелы. И сказали там, через два дня мы тебя возьмем на небо, как порог Илью. Ну и там, когда кто пришел, еды-то ему подавать надо, питаться, горчки-то тупые поднимать кверху. А что от него, там можно и скинуть. И он-то и говорит, учителю моему скажите, что меня забирает на небо. Учитель испугался, а бегом к нему туда, в пещеру, если еще он тебя наберет. Так кто тебя берет, ты дурень такой-то. Ты за себя посмотри. Во сколько встаешь? Ешь, что хочешь. Подвига нет. Ни одна душащая себя не пришла, и ты с Богом. И вот обремя колесница с бубенчиками по воздуху катит. И они его прямо сходу схватили тащить-то. А этот его схватил, учитель-то. И они не могут ничего с ним сделать-то. И наконец его это, сорвали, одежду-то. И полетели, одежду бросили. И она летит, одесса и упал. Он говорит, на камнях там. Вот это твоя волистья. Это ты сегодня лежал бы там. Это дьявол, колесница. У него все, что хочешь. И воинство сделает. Это были образы для нас. Я и жития святых беру. Нам, православным, это намек. А вы поверили бы? Нет, конечно. Все бы ради-то. Я бы поверил еще хуже, чем у них на самом деле. Зачем? В двери подходишь утром, отрекаясь от сатаны, всех делал его, всех ангелов. Все. Хоть льет там демонов, все, свернется. Они еще не могут сделать. Они вот проглотили нас в один день. Нет ничего. Сила Божия. Там все трепещет, когда правда, крестное знамение. Бывают иногда люди специально, собранные, беседовать. Ну, конечно, тут поаккуратнее, маленько говоришь. Один раз беседа была сейчас, Караганда, кажется. А они какие-то, именники называются. Крестить надо во имя Иисуса Христа, а не во имя десять часов, одиннадцать, двенадцать, три часа ночи у нас беседы все идут. Я вот сейчас едва-едва сижу, чтобы не клюнуть. Нос не разбезет. Ну, уже все. А у них епископа нет, называется старший пресс-фитер. Ну, тогда уже, наверное, в шестом часу уже все. Надо на работу собирать. Ну, как, братья, надрали нам задницу-то. Надрали. Я принимаю православие. И все, которые были там, у меня там, священники, это пресс-фитер, все до одного. Мы тоже принимаем, потому что, как у меня есть ролик, не ролик, а, ну, сказать, а в сайте, там, в Писновиде, как отец Геннадий пришел к Богу. Мы беседовали у нас. И все записано, а потом считал, кто нет. Хорошо. Подробно, до буковки, он тоже показывает. И там в это время Абросия Юрасова, когда беседовали, кажется, Варентина Апанасевна Шитикова. Вот так Господь сохраняет. А тогда не надо записывать. Вчера одна женщина зашла, я не знаю, если вы не согласны, что я записываю, я сейчас отвечаю, мне некогда сидеть с вами. А она будет потом. она такая дородная, и килограмм двадцать пять, наверное, лишнего веса. И вот где-то вещи оставили, и эти вещи сами загорелись. Она принесла, когда вещи загорелись. Значит, заколдованы были. Да не знаю я, зачем вам эти вещи так, если уже дом отдали. Но никак я ее не разверну. Она опять, это в роли будет стоять. Она говорит, я опять туда колдовству, а написано уничтожить все, когда выходит и... Ну, уничтожить. Было сказано определенному городу, но всем-то Господь не говорил уничтожать все. Хороший, отдай кому-то похуже, там, за платами за шею да и носи. Я, видимо, сильно это затронула. А потом уже она вот об этом Александре, внуке-то, сказала, помолиться. Год проучился, ушел. А теперь, а теперь вот нужда. Год, я пойду воевать. Вот это все в интернете. Я ролик уже в субботе постараюсь отправить. Ролик такой. Так, пошли дальше, считай. Шестнадцатый стих. Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным. А если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы мне сколь-нибудь похвалиться. Толкование. Ибо хотя он и употреблял уже оговорки, но все-таки говорит, я не довольствуюсь тем, что сказано. Но снова говорю, не почти кто-нибудь меня неразумным. Ибо просто хвалиться свойственно неразумию. Я же делаю это не как неразумный, но по необходимости. Однако, если вы не соглашаетесь со мной, считаете меня совершенно неразумным, хотя бы я хвалился и по необходимости. Я не избегаю этого. Итак, примите меня как безумного, чтобы мне, то есть, как они, похвалиться. Ну и то, сколь-нибудь. А последнее слово как мне и после мне какое слово стоит? Последняя строчка это мы сейчас читаем. Чтобы мне как они, то есть, как они, похвалиться. Ну, похвалиться, я должен сказать, ну, это неразумно хвалиться. Ну, как неразумного послушать, я скажу. Видишь, как он подходит. Ну, неразумно, ну, неразумный, да. Но я имею что сказать. Мне нравится Иакова 2.18. Покажи веру твою без дел твоих. А что, покажут, дел-то нет. А я покажу тебе и дел моих. Вот даже в деревне, кажется, уже у нас ни скотины, ничего нету. Помидор сел сегодня. Спаси, ладно. Ну, и вот, казалось бы, время-то сколько? Вчера прямо готова у меня охота окончить это апокалипсис. Окончит там местописание, выделить, там, я отделяю, легко считается сейчас. И нос уже не держится клеивание. Но все равно сделал, еще надо вещернюю молитву там будет. Все-таки упал. А ночью встал, надо выйти на улицу помолиться. Прошу, вот испытайте на звезды посмотреть. еще неприготовлено проповедь. Вот сегодня я утром заканчивал. В 3 часа встал в 3 часа. И больше не, не. И как, как интересно жить вот с Богом. А как без Бога-то? Кому ты нужен, струхлявый петь. А тут все ждут. А это женщина. Я на коленях перед вами стою. Я видел, за кого-то вы молились и там все по-другому стало. И муж вернулся. Я говорю, по-другому бывает. Одна подошла и говорит, невозможно жить. Дерется. А вот сначала мать обольстил, показался таким хорошим. А мать говорит, ну ты сама поле смотри. Нормальный мужик. Я вышел, а сейчас жить я никакого нет. Ну помолитесь. Я помолился, что через день помер. Здоровый нет. А вторая его подруга увидела, за моего того же я вообще киллер какой-то. За моего тоже помолитесь, что со слезами дерется, поразит. Поразит. Ну я-то что сделаю? Пошел там посмотреть, а вот их бюст Сталина. Она парторган была, партийный организатор, это как священник у них по-нашему. Ой-ой-ой. И люди просят с разных стран. Приходят, находят наше вот это содружество. Каждые два часа до звона идет молитва. Сестра Ирина знает, кто ходит. Я могу только сказать, Господь нас избрал на это. Надо это поприще окончить на уровне. А ты говорит, а вы что избранные? Господь говорит, много званых, мало избранных. Ну мало это все-таки избранные. Избранные мои. Мы молитвы говорим всегда об этом. Эти имена надо оправдать. Верующих его называют избранные святые. А ты святой. По делам нет. У меня нет, чтобы я вспомнил, читая, а вот это у меня нет. Да, я не убивал, не делал там то другое, но совести все равно до времени, когда я услышал. А как действовал? Мама сейчас сказала. Вот так вспомнишь. Ужас. Почему Бог долготерпел? А теперь я смотрю, это интересно, у меня есть объяснение, везде я кротко пишу, игла, и лаз в большую руку, игла. А потом говорю, слово игла в Библии встречается только один раз. Слова мудрых, как гвозди, как иглы. Игла. А кроме этого, лапки, не лапин, а лапки, лапка, только тоже один раз в Библии встречается. Паук лапками сцепляется и бывают царские чертовы. И слово игла, я говорю, а ты у себя попробуй сделать так. У меня бы сколько людей были, ну а что ты скажешь-то? Ну допустим, его с батей Игорь, барабаш, игба. Ну никак не жрется. Ну давай дальше по порядку. Ни и Кузьма, ни Ку. Ну и Ку-Ку там нету. Ну, вот Усейнов Андрей ан, ан ус. То есть мотай на ус или как-то, да. А тут до Бухов-то все. На уш ты говорить, у тебя имя-то чисто еврейское, тут два гласных-то. Иоу, вот у и Уфы. Пуле-то заблудился. Ио, первый Бух возьми, Иосип, а дальше Устинов. Иоус, еще нету. Ну это так тому быть. Мне помиле, имя, а имя-то как давали? Никак задумывал, родители дали. Дедушка Терентья крестил. На какой день такое имя, а там три имени было. И родители никогда не спрашивали, никогда. Игнатий, Ифтихий, вот что интересно, Тихонович, Тихон, приносящий счастье, а Ифтихий, счастливый. Два имени, которые, а дальше Иннокентий я мог быть, три. И главный Ифтихий, я один епископ, которого знают, и он у нас будет епископом 13 лет. Вот это все не случайно. Это даже высказать нельзя. Я в жизни ни разу никому не обратился, Игнатий, сказать, не было. Я даже не знаю, как, Андрей это понятно, Ирина, все это. А вот нет, а уже Игнатий да Тихонович там планетария в Барнауле, и мы за него ходатайство что поддали, бывшая церковь. Такая она небольшая была, нам как раз подходило бы. А что получилось? Не знаем, нигде ее нету в архивах, какая она. И вдруг оказывается крестовозвиженская и священник был Игнатий Тихонович Чувалин. Это на миллионы разных, там миллиарды не получится никак, чтобы и община называлась так у нас заранее там, а там этот был. И когда тот что сделал, расстреляли что ли 28 мая, я родился по старому 28 мая. Эта история повторилась. Это Бог делает так. Мимо не пропускай. Ну, любой-то. Вот. Я же не придумаю буква большая. Игла. А начало с чего? Мышки с картошкой подписывал, чтобы найти. А вывела вон куда. Ну, давай, читай, дружок. 17 стих. что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии, при такой отважности на похвалу, толкованию. Что говорю, говори. То есть не то и то не есть по Господе. То есть эти слова, цель же этих слов совершенно в Господе. Совершенно что? В Господе. Да. А не сказал в безумии, но как бы в неразумии, ибо казаться, а не быть на самом деле в безумии, моя похвала. А что бы ты ни подумал, что он везде говорит, как безумный и не по Господе, он говорит, что скажу, а не другие мои слова. Вот враги-то начинают нападать, вот у меня особенно, который тупой, не знает еще. Вот это я сумасшедший, у меня справка есть, меня испытывали, а если бы я был сумасшедший, под суд не отдаются, а меня судили, и у меня характеристика там имя написано, считала? Нет? Считала, да? Там какое отношение, как бесстрашно беседовал, ненавязчивый, ну такие там блестящая такая, притом не какой-то, а ждали там какого-то кандидата из Москвы, Моисея Аароновича. Кто он такой? И он меня проверял. А вы слышите, какие голоса? Я говорю, слышу, а какие? Да за дверями матеряться, я говорю. Да я не про это. Дальше. А вот Зоя Космодеменская, вы знаете, кто такая? Да знаю. Ходила, поджигала ее крестьяне, сами схватили, немцам передали. Скотина сколько погубила? Да. Я говорю, сейчас-то печатают все это дело. А вот Варвара Левиковичина знает, я это знаю, а вот чей подвиг выше? Я говорю, конечно, Зоя Космодеменская, потому что она умирала, у нее ничего нету, ничего нету, кроме пары. А Варвара, она знала, что сейчас-таки меня убивают, и я опять убога, я все имею, грудь на месте, все на месте. То есть, нет, то есть, ее подвигу, что вот как? Он думал, я буду сейчас заступать за Варвару, я говорю, нет, я вот верующий, ты меня убьешь, а я, ну, сыновей, Макамейский, руки там рубили, глаза выдавили, но я верующий, ты меня как-то убил, я все получил, а в воскресенье все руки на месте будут, а этого-то ничего нету, и он до конца стоит, как там Павлик Морозов или кто, на Амбразуру-то кто бросился? А? Матросов. Да, а сейчас пишется, какой он был матершинник, и что, и все, и все, ну, милости Божьей, нам Бог открыл, вот это мы считаем, и себя вставляем туда. Вас-то, я говорю, его еще проверять надо, вас не проверили, а меня проверяли на несколько раз в психиатрии, стационарной, увезли в другой город, и когда меня оттуда провожали, вот сказать, сестры собрались, и мы, говорит, на пенсии никого так не провожали, два полных мешка мне продуктом, там посуды наложили с собой, вот такие вот мешки полные-то, да еще ходатайствовали, чтобы меня никто не отнял, из психиатрии, это как Бог делает, что я бесстрашно заходил в другие, там не камеры называются, ну, отдельно, и им свидетельствовал, и прислушивались люди, один раз я промахнулся, показывали какой-то фильм про китайцев-то, и судят, я говорю, а что судят-то, а советских все и взяли на училии, там, убивать друг друга, она сразу побежала сестра скорее записать, что я такой-то, за что садил, сидела-сидела, не вышла, а что вы как сказали-то, скажите, да мало ли что сказал-то, махни-то рукой, что дурака спрашивать, и так и пролетела мимо, никогда не лишай себя юмора сказать, пошли. 18-й, «Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться поколением, то есть внешними достоинствами, благородным происхождением тем, что они обрезаны и предки их евреи, ибо это то, что он называет похвалой не в Господе, ибо что пользу быть евреем? Итак, я не считаю этого за добродетель, но поскольку они, говорит, хвалятся этим, то и я вынужден прибегнуть к этому сравнению». Ну, иди-ка. Ну, Павел, то было что сказать. Я вам сегодня как раз говорил, вчера, сколько глупостей было сделано. А Бог все-таки вывел. Нигде грани не перешелось. Вот, вспомню, уже в ракетных войсках служил, а там строго только образовали-то. А у меня тайная переписка. Кто идет куда-то, вот, после письма напишу, что ты скинул в Германию. С одной там переписывался я, и она мне прислала в немецком языке Шолохова поднятая целина. Поднятая целина, а у них, кажется, если так дословно переводить, действенная почва, девственная, то есть нетронутая где-то. Ну, и, видимо, тот мужик, который служит, сказал тому, который ничего не делает из КГБ, все, мельтишится, ходит, семечки щелкает. Мне-то сказали, что, когда ему сказали, что из этой части в Германии без проверки письмо ушло. Ой, как он меня вызвал, я думал, он меня застрелит. Да кто ж позволил, да в такие части. Я ничего не писал там. Я получил только вот книгу, и все, мне надо было улучшить немецкий язык. Ой-ой-ой. А тут должности никакой нет, да ты хочешь его говорить. Ну, я говорю, сейчас ты скажешь. А что скажешь-то? И поэтому Павел говорит, да неразумно хвалиться. Ну, как неразумно, послушайте, я скажу, есть что сказать. Что имел? Он как прокурор пришел, здесь все уничтожил, там может хватать мужчин, женщины, тащить, в Иерусалим и там пытать. Он не думал, что он будет главный защитник этой веры. Главный. Все вместе апостолы, там четыре послания, а вон один, четырнадцатый послание сохранилось. Вот у Бога там все высчитано. Пошли дальше. Девятнадцатый стих. Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Охотно. Плакование. Вы, говорит, принуждаете меня сказать это. Ибо если бы и вы не приняли их, и я не увидел бы из сего, что вы впали в заблуждение, то не дошел бы до этого. Безумными же называют тех, которые хвалятся плотским. Ибо, если хвалиться духовным, есть признак неразумия, то тем более хвалиться несуществующим. Слова люди разумные кажутся лестными, однако они заключают высшую степень порицания, потому что, обладая знанием, говорит он, вы погрешаете. Ибо если бы вы были неразумными, то были бы достоинств снисхождением. По тогдашним временам войти вот в эту историю никак нельзя было. Он ни от кого убирал, а прямо от Господа. Когда он сиял, и говорит, в одном месте написано, слышали, говорил, а в другом не слышали. слышали, что он говорил. Вот надо понимать. А они слышали, что Савл говорил, а что ему оттуда голос был, никто не слышал. Вон как. А думали, что то, что говорил голос, в одном месте слышали, не слышали, никто не слышал, кроме его. И так, что видели, не видели. Надо понимать, что здесь люди были, и он пал, на коне, наверное, ехал. И что? Ну, а дальше сидит, три дня не пьет, не ест, и думает, что ж ты натворил. А там Анания, епископ. Ему говорит Господь, пойди, он говорит, так он пришел, тут у него ордер на руках, иди, он уже мой. Я покажу, сколько ему пострадать придется. Веникаре. Ну, мы-то точно так же этот путь вышли. Если по-настоящему будем идти, свидетельствовать, даже сегодня, вот в это время, ну, а арестовать не арестуют еще сразу, а поношения-то полно. Вот против меня примерно 250 роликов только в интернете. А теперь уже, наверное, около 30 тысяч, которых я в черный список занес. Тысяч людей, которые там некоторые деньги получают только. Я их все блокирую, а они опять залазят. А почему? Ну, значит, сатана признает. Признает, зачем он выставлял такую армаду. Положительное то, что и те люди, которые нападают, они тоже многое слышат. Вот сейчас где-то я там писал, что вот так-то, так-то, а Богородица. Господь говорит, никто не благ, как только Бог. Слышали? Никто. Ассариса моя преблагая. Не благая, преблагая. При это, значит, выше благого. Когда Господь, ну, ничего не понятно. Свят, 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 Господь Свят. А я святее. А патриарх святейший. Превосходная степень. Ну, маленько-то, хоть остановитесь где-то. А ты посчитай, сколько названий, наверное, около 12 и больше у Папы Римского. Это первополный жрец. Там такие слова. Это наместник Христа на земле. Даже считаешь, как же Бога-то не бояться. Вот у меня к истинному православию там написано «Человек-убийство» и «Ложь Ватикана» и «Гордость Папства». И фатинская трагедия или пробуждения что-то вот так. Три статьи о католиках. А зачем? Ну, истинно, чтобы знали люди. Притом, я беру из других источников. И сам сегодня я считал, которые я брал из интернета. А там люди работают, они ничем не занимаются. Один занимается только мурашами, другой там птичками какими-то. А он земли не обрабатывает, нет. Ну, и они данные дают, а сколько-то. каждый год 7 тысяч новых обнаружили. Когда я обратился, то нации было известно 2896. Наций. Я этим оперирую, данное. А недавно залез, ой-ой-ой, сегодня до 7 тысяч находят. А ну, там 200 человек, племя, денег. Ну, никакой язык-то, никто не знает его, они мучаты. положено так. Господь знал. А они, вот один такой кораблекрушение было, и он остался живой капитан английский. Ну, и утром он пошел, когда по необитаемому острову, то я увидел, там люди собираются, ну, его приняли. считают Евангелие дикарей. И он над ними посмеялся, их вы. Он говорит, да мы расскажем все в биографии. То есть, вы не первый корабль, и тут тянуло волнами, это и пришли, они нас научили это делать. Ваше счастье, что вы два года назад не попали, мы бы сегодня вас изжарили, съели. Так что, благодари Бога, что мы уверовали во Христа. И может быть сразу этот, капитан, ты голову опустил. В любом случае, какой бы ни был человек, баптист, адвентист, если он искренно верующий, у него ты можешь есть, не отравить, ты можешь встречаться с ним, ночевать, он тебя не убьет. А он в Китае, пока Кали, богиня, обязательно надо встретить, накормить. Но как только он ушел, он не продолжит. Можешь убить, скальп снять и продашь. Все. Ну, накормить надо, пока в доме был. А это жертва богини Кали. А это люди, которые Христа признают. Я вот среди таких был. Очень хорошие люди. Ну, там не затрагивают. А просто по Евангелию. И накормят, и напоят, и помогут. Я вот говорю, когда поездки были, и там портовый город, и можно соединиться где-то. Соединились, Евангелие ждут нас. Баптисты за нас молятся, и рядом дети стоят большие, и молятся, чтобы Господь благословил православную миссию. Баптисты. Я еще могу сказать только, чудо Божие. Уже пошли дальше. 20 стих. Вы терпите, когда кто у вас порабощает, когда кто обидает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. Вы терпите. Вы терпите, да. Не терпите, а терпите. Терпите. Это не повеление терпите. Когда вас обижают, вы же терпите. Именно здесь не повеление. Посмотрите, а сейчас говорю. дальнейшая речь, да, вы терпите да, он ими не командует еще говорит, когда бьют, вас там объедают, вы же терпите, ну и меня потерпите а Семен говорит, ну меня-то потерпите как-то я-то хуже, я хуже но они-то между собой рассуждали что же мы делаем колостяне возьми те же потеря владительская церковь потеряли послание Павла он говорит, которое владитель вы прочитаете, а им колостяном, да что-то возьмите а его нигде, нигде нету и поэтому откровение лаодельки выглядит непрезентабельно так скажем считаем дальше колокование смотри в каком раболепстве и крайним подчинением лжеапостолам изобличает коринфян видишь ли что он представляет их обирающими ибо сие выражается словом обидает таким образом и то что он сказал выше чем они хвалятся сказал хорошо поскольку притворяясь не взимающими ничего они только хвалились они были таковыми на самом деле ооо сколько это все когда кто превозносится то есть тех кто подчиняет вас и превозносится над вами ибо и господами они были не кроткими но обременительными и тягостными вот высшая степень унижения коринфян и надменности лжеапостолов ибо лжеапостолы обращались с ними как с рабами он говорит это не потому что их действительно били в лицо но потому что они терпели не меньше тех которых бьют в лицо сказал же это имея ввиду их высокомерие ибо что может быть постыднее того что лжеапостолы отнимая их свободу имущество и честь обращались с ними как с рабами сколько здесь он показал они говорили мы на самом деле такими не были а если на самом деле они обращались конечно скрывать все я вам говорю как у нас когда объявили сбор денег приезжал председатель библейского сибирского общества вот и мы в то время у кого там инвалиды больные собрали он второй раз приезжал надо перевод было покупать разные компьютеры на айротский язык варналтайский и он говорит ну у меня вышли а у него до Дальнего Востока епархии так скажем и он говорит вы вышли на первое место пожертвенности вот вот так а все вот они холстов сарики есть такие которые работают но больше это части какие некоторые даже не знают что мне инвалидность присвоили за зиму пенсию прибавили тысячу рублей Володя ухаживает за нами за месяц тысячи триста тысячи триста при западе а он снег выбрасывает уголь таскает буквально ночной горшок выливает тысячи триста это не насмешка разве и не один раз потом документировано все тысячу триста это на день надо давать а не на месяц поэтому есть на чем трудиться правителем когда пенсионеров они жили платить за квартиру еще не хватает но пошли дальше 21 стих к стыду говорю что на это у вас недоставало сил а если кто смеет хвалиться чем-либо то скажу по неразумию смею и я толкование ради чего говорит вы терпите их как будто мы слабые не можем поступать с вами точно так же нет ибо мы можем обращаться с вами так же высокомерно но мы вовсе не хотим этого таким образом всю вину дерзости уже апостол слагает на раболепство коринфян ибо вы говорит он вследствие слишком рабского подчинения служите причиной их высокомерия и этих наших слов смотри он опять называет свой поступок дерзновением и неразумием и только и только что не говорит я приступаю к этому по необходимости и сколько других оговорок оговорок представил он прежде этого делает же это научая нас не прибегать без необходимости к таким речам и так говорит а если кто смеет хвалиться чем-либо смею и я ибо слово хвалиться подразумевается само собой затем перечисляет то чем они хвалятся блажен почему не указывают где это написано как отец геннадия ну в первую очередь это не откровение все открыто второе не была еще библия разбита на главы стихи а он просто говорит событие такое было потому что вопрос встает а почему он не сказал это вот я говорил сегодня только в одном этом откровении он 3333 ссылки делает а у меня вот 38 тому 30 наверное 4 33 открытым оком примерно в среднем 3000 ссылки в каждой книге делает так это книга подтверждается что я не выдумываю так написано и вот отец геннадий когда считаешь его мысль такая как он любит слово божие как он любит православие но такие слова я бы не нашел он настолько сильно вот я скинул вам на меня выйдет и ледмила бряк и я вам скину сразу вчера закончил откровение которое написал начиная в моем доме квартире вот легко считать все красным сделал промежутки если где-то говорится слово божие я с двух сторон делал пустые строки легко искать если 1 2 3 где-то что-то перечислять я выстраивал не строчка легко искать было вы это увидите получилось почти 700 страниц 700 страниц это я замолотил за 4 дня невероятно когда все сделано только гляну назад 4 а там рука устанет посередине буквы по одной допустим и он великий славный говорит я должен великий но великий говорит где в библии свящается славный опять места писания а я на первую строку выношу и легко тебе кто-то ищет я вот и как глянул то есть сильно опрещиваясь когда вы начнете читать называется толкование на откровение так еще что 22 стих они евреи и я израильтяне и я всеми Авраамов и я толкованию поскольку не все евреи были израильтянами ибо и муавитяне и аммонитяне выдавали себя за израильтян то очищая превосходство своего происхождения прибавляет и следующее указывая на Исаака на два царства разбилось при ровами сыне Соломона ну что это означает какие государства стали самария израиль иудея израильтяне иудея а то израильтяне 10 колен а два мениаминова иудина отошли и от иудина колена произойдет Христос а тут все смешалось куча видите надо когда считаешь это и смотришь а что отошли налог братья и очень камнями забили было он хотел их покорить а в это время Дух Божий сказал не надо отошли так и надо вот так никогда мы не считали отдельно Белоруссию Украину всегда это один народ мы никогда не считали что это другой народ а тут такой патриотизм ну это просто до сравнения делаю аж еще 23 престолы служители в безумии говорю я больше я гораздо более был в трудах безмерно в ранах более в темницах и многократно при смерти при смерти плакования некоторые говорят что он не должен был высказывать эти слова в виде сравнения а должен был прямо сказать что они не служители Христова отвечаем что он показал это одним словом назвав их лжеапостолами теперь же начав речь сравнительную он представляет наглядное указание на то же самое и дает понять слушателю что он сам действительно служитель Христов а они нет посему говорит что хотя они и служители Христовы но и в этом я выше их и опять называет свои слова неразумием по безмерному смирению перечисляет отличительные признаки апостолов и оставив знамение начинает с искушений я поднимаю говорит он много трудов переходя из одного места в другое уча день и ночь делая при этом своими руками и что важнее претерпевая удары и притом чрезмерные и что еще выше подвергаясь вместе с ударами заключению под стражу слова гораздо более стоят в сравнительной степени и выражают сравнение с же апостолами он говорит как бы предположительно положим что они трудятся но я тружусь гораздо более некоторые впрочем утверждают что слова эти выражают не сравнение а означают только большое количество и высшую степень не только мнимо умирая но и подвергаясь опасности действительно угрожавшим смерти это толкование говорится хотя сами-то они корректно не могли не догадаться сейчас Геннадий берет больше десяти святых отцов я даже в руках не держал очень к месту а потом писание потом предыдущее опять показывает что а некоторые как будто у меня за столом сидит идет занятие а он в Абакане а ближайший это город большой Красноярск ну и вот приезжает он ведет занятие а Игоря Добунова мама Валентина Александровна там была ну и записку ему подсунули а вы что скажете об угнате в лапке он перестал говорить говорит крест крест у него держит на нагрудную этот не нагрудную а сверху священничество так перебирает тяжело вздохнул и стал говорить этот человек всегда держит библию в руках но у него есть то что у меня нету и дальше что для меня нет авторитетов могут разницы нету там патриарх это говорит или святой он все сравнивает с библией как на суде божьем будет о чем я говорил слово будет судить и поэтому все остальное я не скажу так златоуст сказал если он сказал неправильно ты не верь этому и он тогда меня представил в таком виде ну и все совершенно правильно я вот когда беседовал даже тут с митрополитом с епископом это любой голос поднял что вы делаете так отношения портите отношения это доброе дело сохранить но надо чтобы человек этот вошел в рай как ему помочь что сказать все в жизни неверно и смерть лишь одна верна неизменно верна она не забудет придет приголубит наденет обнимет наденет свой брачный венец и жизненные сказки жизненные сказки вот так надо готовиться к этому нам много Бог дал даже сегодня сколько батюшки не в службу знают как-то ехал епископ и там где Саким был и кто-то его кажется Максим Козлов там МГУ служит а как вас там нет Саким а как они там без вас стоят и Фихий говорит у него все идет как надо его нет у нас все знают братья открывают там у вас это есть так называемое апостольское служение это Виктор Николаевич Савченко прислуживал а я возьми чтобы разговоров не было епископу представил Евтихий ну и что я говорю да как да тут все охвачено и все но я посчитал это за благословение никаких претензий нету нету 12 раз Господи помилуй 40 раз их нету три раза есть видишь как вот я разговариваю а скажешь а может я маму перед Богом свидетелей никаких нету да еще там прятать все и он знает все как есть не надо бояться так говорят а батюшки не будет батюшки не будет заметно сразу будет мы договариваемся с епископом с митрополитом священник приезжает по определенное время причастить или заранее кто живет ближайший храм мы же не отрицаем благодатность московского патриархата поэтому нам легко это все я отойду даже не ну только которые там вопросы задают я остаюсь здесь а батюшка отойдет нам надо будет каждый год искать кто будет крестить вчера меня спрашивают какая епархия кто крестил документы поступать куда надо ну вот сколько еще батюшки это в этом году уже 80 будет на следующий говорят на следующем году на следующем году да на следующем году мне будет 85 я вот никак не могу войти в свой возраст ну никак я даже неделю назад думаю то ли мне 74 или 84 я сказал вы меня как угодно обзывайте но стариков не называйте я не старик я вот занимаюсь писанием и там молодежи отвечают я совершенно забываю себя ну там колени болят там гинастику делал да разве это болезнь болезни такие и есть что не пошевелись мы сейчас одному сделаем ярмоленко а это ярмолин ярмолин кажется Антониев очень хороший голос признали вверх желудка все раком окутанно но тут нужны были какие-то травы я тут нарвал а там поехал один в Санкт-Петербурге отвезти ну это полегше это не болезнь я ударился крепко сорвался с лестницы и грохнул с земли ну и что это это не болезнь может быть и ногу сломал я к примеру говорю у нас углярка в Барнаву заходишь а тут углярка ну и ваку специально кидать есть куда а тут наращиваем досками а потом когда выбирается по одной доске убираем чтобы заходить легко то я туда зашел ну а рано застаем уже пять часов мы заколем на шести закончили еще-то я туда залез угля взять набрал темнота лампочка есть не включили я за эту заткнулся а это маленько повыше там я грохнулся а там стоят вот так вот ведра и я между ними если бы обкрасть ударился вот так вот череп снялся я лежу так все нормально руки даже боюсь вставать сгорячах не слышу встал шапку долой да молиться да господи да кто же за меня сейчас так молится ну вот оно как я прямо буквально ушами задел и ту и другую два ведра стояли все полетело куда не надо господь предупреждает мы сейчас уезжаем все наверное сейчас посмотрим что тут у нас 5 минут нет еще 5 минут давай еще вот это давайте вопрос это саш случай элисей две медведицы растерзали 42 ребенка да мы прочитали вот эту историю какой из вывод для себя взять не поноси старших или праведных да не поноси у бога много медведей они ждут тебя зачем им нужно было и на территории не принадлежит они бы наоборот благословились сергий 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 он был барфоломейка он увидел стоит инок какой-то а он пошел лошадь искать есть такая рисунок он подошел благословите меня он благословляет у меня никак бывшие двойки не идут занятия благословите чтобы все запоминать он благословил а у меня тяченка дома и мамоньки благословите и их пригласил вот оно как а эти давай смеяться уходи уходи пришивай я не знаю я лысый или пришивый как правильно сказать лысый лысый ну они пришивы наверное местами я думаю таки это как плешь какая ну и это его задело да и он знал это он проклял а девицы которые там были ведь еще говорится о том как другие это пострадали но это господь допустил а сам елисей его задело да это или что а так же сказал да бог с ними или что ну вот а потом встретишься это одна девочка идет домой самая радостная с ноги ноги прыгает мужчина остановился девочка что так весело это у нас занятия были по слову божьему ну и что там мы узнали ну вот узнали вот там что иона иона проглотил кит и он там не сварился он живой да не было этого как не было ну он городу нееве говорил и все покаялись так и этого не было как не было учительница сказала было она считала ну а если ты придешь значит узнаешь не так ну он говорит а вы раз не верите вот когда в воду будете там спросите узнаете было или не было она его отбрила по первому числу я верю в это я буду там с ним а вы не верите будете в воду и там уже узнаете тогда так что по нашим чувствам обидно конечно и говорить не надо он наследник пророка Ильи такая грозная пигура просил Духа Святого в войне вообще считаешь когда и поэтому это туда не вторгаться это уже все исполнилось и от медведистов еще бы выскочили как бы не Господь поэтому вопрос решенный а он Господь знает что это преступники растут хулиганье еще доброго от них ждать не надо по квартирам будут лазить чужие яблони вытаскивать и залезут чужие мордушки вытрясут так что Господь сделал правильно правильно у Бога ошибок не бывает а то мы не знаем а был бы он такой то никакой он не был даже вот тут один у вас пас и батюшка с ним разговаривает стоит руки в карман лучше всех пасет Анфиса первый на втором мостике напоила и там я так боюсь чтобы отдельно она нигде не гоняла больше туда а эти тут на одном и том же на навозной куче толкутся где-то а она никто больше так не видел не тратит время попутно сказать стоит и читает у ней что-то с собой есть вот и все корова а этот который был батюшка что ты стоишь что-то корова еще ну надо наедяться ну ты сам хоть что-то считай я люблю считать еще спрашивать а вот когда анфису вспомнили она еще маленькие были а в храме стоим и разговор тоже лысый или плешивый прочитали в библии она говорит на кого-то дядя Игорь стоит у него это что он плеш или ну как вопрос лысый или плешивый ну похоже что волос нету на том месте ну нету и нету это один раз было такое что-то там она в воду где-то на лодках были замочилась она и говорит анфисан ну теперь капец мне а вы говорите откуда она это слово взяла это родители то сдают ребятишек когда уезжают куда-то там ну и когда они вернулись молодожены Настеньку свою она над куклой сидит замолчи мерзав это тебе не дома откуда у нее такое даже непонятно откуда у нее такое все 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 ровно достойно сон и сон и Боже, китя Бога в лесу, И с блаженную, и непорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую хирургий, И сон душую, без сравнения все окни, Без засления Бога, словно ручую, Сущаю, Бога родится, кереча. Сестра Елена, помолитесь Богу, поблагодарите. Господь милосердный, благодарю Тебя, Что Ты нас собираешь здесь слушать Слово Твое, Что сохраняешь еще жизнь наставникам нашим, Игнатия и Иоанна. Продли их дни, чтобы они научали нас в дальнейшем. Помоги Господи детям нашим, Которые живут в мире и никак не могут прийти к Тебе, Господи. Услышь молитвы родителей, Чтобы дети наши были так же вместе с Тобой, После этой короткой, временной жизни. Тебе же на все хвана и слава, Отец и Святой Господь. Аминь. Аминь. Слава Богу.